Так парни всем привет! Сегодня опять пришлось вернуться к старому вопросу о бледно печатающих картриджах. Сегодня у нас речь пойдет о таких картриджах как 725, 728, 737 оригинальные картриджи, которые идут при покупке с принтером. Как вы знаете они довольно бледно печатают и вот к ним приходится подбирать тонер. Многие годы я использовал тонер для них вот такой вот компании Weldo 1102. Великолепный тонер, давал очень мало дефектов, довольно таки плотная насыщенная печать была, но в конце декабря он исчез из продажи и я так понял до марта месяца он не появится. А работать нужно. Поэтому пришлось опять искать, опять экспериментировать из того, что у нас осталось на нашем рынке. Я его, этот тонер легко менял ХАНПом, но и ХАНПа сейчас в продаже тоже за разумные деньги не найти. Поэтому давайте я вам покажу на чем я остановился. Так, уберем картридж. Так, перед вами два тонера. Первый тонер. На сегодня он у меня основной. Это static control TH1505. У него есть еще серия, по-моему, TH1605. Ну, это в принципе то же самое может быть отличие фасовки. Так вот, тонер этот на сегодняшний день у меня основной. Я его использую для этих картриджа в принципе везде. Какой у него есть один маленький недостаток. Все же относительно Велбу, он все же печатает намного светлей. Не бледно, но светлей. Давайте я вам сейчас продемонстрирую. То есть, если картридж в состоянии очень нехорошем, то печатает он вот так. Ну, это просто принтер был грязный. То есть, сами переходы цвета у него, на мой взгляд, на твердую четверочку. Такие свойства, как перенос у него великолепные. То есть, в мусорке тонер раскапливается очень мало. Такие свойства, как закрепляемость тоже великолепные. То есть, нет у него, после печати он с листа не смазывается. Тонер, то есть, в принципе, тонер меня полностью устраивает. По цене. По цене я его брал 298 гривен. По сегодняшнему курсу 28,5. Ну, это немного, то есть, совсем на немного дороже, чем был Велду. Поэтому, на мой взгляд, по сегодняшнему дню цена разумная. Тонер разумный, тонер хороший. Следующий тонер. Следующий тонер я давно уже не пользуюсь. Но пользуюсь крайне редко. Сейчас объясню, почему. То есть, этот тонер я беру у компании Эксперт Сервис. Я не знаю, есть ли камера передаст их данные. Можете у них заказывать. Тонер очень качественный, очень насыщенный. Но из-за того, что он очень насыщенный, если в картридже прослаблено дозирующее лезвие, да и магнитик уже пошарпанный, то мы имеем вот такую вот печать. То есть, видите, вот эти вот волны. То есть, тонер слишком насыщенный, слишком агрессивный. Если после заправки мы видим вот такую вот чепуху, то однозначно приходится менять дозирующее лезвие и магнитный вал. Вот. Ну, этот тонер у меня всегда на подхвате. То есть, если я заправляю картридж статик-контролом и он печатает хреновенько, тут уж делать нечего. Разобрал, высыпал тонер и засыпаю Эксперт Сервис. Что у них там за тонер? Я звонил им, писал. Так, правда, и не добился. Что они фасуют в эту баночку, неизвестно. Но тонер очень насыщенный, очень черный. Поэтому, в принципе, его можно рекомендовать как второй запасной тонер для очень бледных картриджей. С оговоркой на то, что, возможно, вам придется менять дозирующее лезвие и магнитный вал. Ну, а с совместимыми картриджами, в принципе, проблем никаких нету. То есть, тонеров навалом. Можно покупать статик-контрол универсальный. Так, у меня его нету, но у меня этикетка оставалась. Ну, ладно, я вам так на словах скажу. У них есть универсальный тонер, по-моему, МПТ-7. Вот, он якобы идет и для этих картриджей, о которых у нас идет речь. Но он там очень бледный. Поэтому, я его использовал в основном только для совместимых картриджей. Ну, в принципе, и в Элду еще можно купить 11002P, 11002C. Он в продаже есть. Он великолепно работает в совместимых картриджах. То есть, с совместимыми проблем пока у нас нет. Надеюсь, видео было полезным. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok